всем доброго дня и хорошего настроения данный видеоматериал является моим личным субъективным мнением моим мнением основанным на жизненном опыте каждый человек имеет право на свою личную веру на индивидуальное миропонимание и духовный рост такой назрел вот у меня вопрос кто мог бы меня раскрестить ну вот видите когда-то же я крестился а теперь вопрос такой назревает говорят что нужно выйти из христианского эгрегора а выйти никак из него невозможно прежде не раскрестившись и поэтому если ты не пройдешь обряд раскрещивания то этот эгрегор будет тебя всю жизнь преследовать значит вот сижу и думаю кому же мне поехать чтобы раскреститься вы случайно не знаете человека которую мог бы проводить обряды раскрещивания напишите мне пожалуйста именно ну или там всех кого вы знаете там известных раскрещивателей но ведь вот сижу я надо же обязательно поехать раскреститься пока только не знаю куда поехать кому ну в общем сижу не знаю куда бабло там можно выкинуть ну раскрещивание бесплатно никто не проводит правильно раскрещивание они же не работают без предварительной оплаты правильно надо сначала бабки платить потом обед и значит как могут сняться ну а если кроме шуток люди вот я уже говорил что такое крещение что такое раскрещивание вот вы реально как вы думаете вот я никаких ритуалов раскрещивания нет не проводил и надо мной никто не проводил как вы думаете вот что мне делать я вам объясню в этой сфере значит пропагандисты вот этого раскрещивания значит это же такие же секты понимаете где вас просто как овец разводят на бабки то вы шарахались по одним сектам в основном на бабки стригли а теперь представители других сект они тоже вас на бабки стригут и пропагандируют вам вот это раскрещивание чтобы все к ним ехали и у них там раскрещивались для этого они придумали обряды раскрещивания и нормально косят бабки знаете как говорится был бы пастуха овца всегда найдется которую можно стричь там хотя сегодня овец уже не стригут их просто бреют я так понимаю просто бреют да ну и некоторые как говорят паршивые овцы хоть шерсти клок ну просто у некоторых просто хоть клок шерсти вырвать самое печальное что он действительно находятся овцы которые побегут за любым бараном козлом или волком и сами потащат свою шерсть они почему-то думают что если над ними проведут какой-то ритуал то у них жизни все исправится о фиг вы угадали в жизни все работает совершенно по иным правилам все зависит от вашей внутренней энергетики от вашей чистоты души от вашего образа жизни от вашего образа мышления какие бы обряды над вами там не проводили у вас никогда ничего не изменится до тех пор пока вы сами не изменитесь внутри своей души пока вы сами не начнете изменяться в своем характере в своей природе в своей жизни в своем мышлении но не бывает ничего просто так дунул плюнул зажег свечку бац чудо все вашей душе все процессы зарождаются и проистекают из вашего сердца из вашей души по-другому в этом мире ничего ребята не происходит вот мне никакой ритуал раскрещивания не нужен потому что я знаю что это все лохотрон 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 если бы я хотел такой лохотрон развивать ко мне бы сейчас сотни людей поехали и каждому я бы тут придумал бы уж поверьте придумал бы обряд раскрещивания и нормальном на этом косил бы бабло но в отличие от этих вот значит как их там зовут не знаю короче у меня есть совесть потому что я обладаю знаниями что такое крещение чтобы разобраться в раскрещивании нужно понять что такое крещение крещение согласно библии это обещание богу израиля доброй совести то есть когда ты свою совесть отдаешь ему жизнь отдаешь мышление сердце разум душу умираешь каждый день для него и это происходит не на основании крещения этот процесс происходит внутри вы даете обед обед словесно вы обещаете словами вы связываете свою душу на энергетическом уровне посредством своего обета посредством словесного выражения через вот эти вот вибрации своей души когда вы все это отдаете ему когда вы соглашаетесь страдать терпеть покоряться быть лишаемыми многих радости жизни отрекаясь от мира ведь многие верующие они с грешниками не дружат не общаются хотя в том же евангелии написано что иисус был другом мытарей и грешников суть в чем когда вы подключаетесь к тому или иному богу подключение к нему или соединение с ним на идет посредством обещания посредством того что вы его приглашаете в свою жизнь и становитесь под его владычество сколько бы вас в воду не окунали это роли вообще не играет крещение никакой роли не играет крещение это только внешне обрядовые символ показывающие символично что вы вступаете в завет с богом крещение это символичное погружение в воду смерть христову я крестил десятки людей и водное крещение вообще ничего не меняет заходят как говорится в воду сухие грешники выходят мокрые все процессы происходят только внутри когда ты внутри даешь место и власть тому богу с которым ты заключаешь к ну контракт уже крещение это только видимая часть сам же настоящий контракт заключается в душе через исповедание через то что ты свою волю отдаешь тому или иному богу да и таких контрактов подключек у людей может происходить с сотнями разных богов разных сущностей там начинает низкочастотных заканчивая более высокого развития потому что богов и богиню во вселенском масштабе их очень и очень много я уже говорил откуда они все появились откуда они все происходят даже низкочастотные энергии демонического характера я уже тоже объяснял как они появились откуда они здесь пришли поэтому люди послушайте меня послушайте мой опыт я никаких обрядов ритуалов над собой по раскрещиванию не проводил я словесно однажды заключил контракт на крови иисуса христа с богом библии что это контракт это завет на человеческой крови на крови невиновного человека которого принесли в жертву богу библии прошли годы годы прошли я столкнулся с жизнью с реалиями так как они есть мне стали открываться знания я стал видеть и наблюдать различные процессы в своей жизни в жизни других людей как бывший пастор смело могу на основании опыта заявить что выйти или отключиться выйти из под покровительства любого эгрегора можно только через исповедание своих уст разрыв любого контракта с любым существом которое назвалось себя богом разорвать с ним контракт можно в одностороннем порядке на основании доброй воли что сделал я я вышел на улицу разулся встал босиком на травку поднял руки к небу и произвел воля изъявления заявив на всю вселенную перед вышним миром и перед нижним миром что я выхожу из-под покровительства и влияния бога израиля с которым я заключал завет 20 лет назад завет на крови невинно убиенного иисуса христа я из-под этого влияния вышел вышел осознанно равно как и зашел осознанно но не обладая большим количеством информации так получилось да пуша мы когда что-то не понимаем нами легко манипулировать вот через 20 лет я достиг понимание сознание мое изменилось я добровольно вышел я имею на это право имею право потому что это свобода моего вероисповедания я имею право входить в условия контракта с этим богом я имею право выйти и никто повторяю не имею право меня за это преследовать и подвергать меня психологическому террору как это делают бывшие братья мои по вере я имею право верить так как я хочу как я вижу и понимать библию я имею право так как мне показывает моя совесть мое сердце и мой разум я вышел из-под его влияния заявил об этом и и заявил на всю вселенную что я перехожу под покровительство любви любовь это мать вселенская наша мать и под покровительство света который есть настоящий мой отец небес я вышел из-под влияния и усыновления бога израиля потому что согласно нового завета бог израиля меня как и остальных вас усыновил тут меня озарила а ведь усыновляет неродных детей я понял что я ему не родной и я имею право знать своего настоящего отца я ушел из-под влияния усыновителя я хочу знать настоящего отца небесного то есть я хочу принадлежать тому роду чьи корни и должны меня на самом деле питать а по словам апостола павла мы были отсечены от своих природных корней и были присоединены привиты к лозе и корню питающему израиль то есть мы принадлежим богу израиля через отсечение от природных корней как учил апостол павел и привитая вот я не хочу быть привитым к тому так скажем винограднику или к той жизни к тому корню к которому я по природе не принадлежу и я нашел свои корни это отец мой свет и мать моя прекрасная любовь выход из-под эгрегоров осуществляется за счет волеизъявления когда вы объявляете волеизъявления и никакие ритуалы вот эти вот которые так называемые неоязычники придумали вам не нужны все больше объяснять не буду только не спрашивайте а как правильно говорить что говорить вот что вы говорили когда вы заключали завет на крови христова что вы говорили а теперь с таким же основанием все что вы хотите вы можете высказать из души из сердца и произвести собственный выход бесплатно понимаете пока